В парке Сокольники в эти дни проходит акция, в рамках которой учащиеся коррекционных школ и дети с ограниченными возможностями могут покататься на настоящих ездовых собаках. Сразу 30 хаски специально привезли из Карелии. Александр Сергомасов утверждает, что детям такие зимние развлечения нравятся. Команда Хай обозначает вперед, команда Вуу, так тормозим. Незнакомые команды дети слушают внимательно, ведь для успешного заезда важна каждая мелочь. Собаки же, напротив, буквально рвутся в бой, привкушая азарт от скорой гонки. Сначала ребята не только в вольер заходить, но приближаться к собакам боялись. Особенно те, для кого общение с животными впервые. Но очень скоро страх уходит, и собака становится для ребенка почти другом. Несмотря на внешнее сходство с волками, у сибирских хаски, в отличие от их диких собратьев, полностью отсутствует генагрессии к человеку. Представители этой породы очень добрые и ласковые. Именно поэтому они и были выбраны для работ с детьми. Ведь им можно доверить даже малышей. В заездах принимают участие дети из детских домов и коррекционных школ, которым общения, любви и заботы так не хватает. Маленький Никита, например, ведет себя как настоящий мужчина. Если и боится, то виду уж точно не показывает. Там есть резкий заворот, который... Страшно? Там Вали испугал. Не, я нет. Ну, я ее держал, сам держался. Многие дети приходят сюда не в первый раз, а кто-то уже ездил в лагерь «Большое приключение» в Карелии, где содержатся хаски. И теперь вспоминают, как же там было интересно. Они с огромным удовольствием там находятся, общаются с собаками, вот, и всячески там передают приветы даже, например. Пишут, спрашивают каждый раз, как там вот моя та собачка, с которой я ходил в поход. Покататься на хаске можно до 7 февраля. Потом собаки вернутся домой, в Карелию. Но организаторы пообещали сделать это мероприятие ежегодно. А это значит, друзья смогут встретиться вновь. Это было вообще супер, прям экстрим такой. Мне очень сильно понравилось. Это просто не собаки, а чудо. Александр Сергомасов, Кирилл Макаров, Алексей Степанов-Молодов, ТВ-Центр.